Девушки отдыхают На улице вы его не встретите Вы встретите представителей Это как президент Президента вы не встретите на улице Это не так, что вы выйдете на улицу Там Путин идет Думает, какой бы магазин зайти Вы его тут Путина не найдете Он сюда не приедет И по улицам гулять не будет Обама вы тут не встретите А вот представителей можно Кто представитель Президента в этой стране Полицейст Представитель То есть он защищает закон И с ним можно легко встретиться Ну просто дорогу В неправильном месте перейти И появится представитель президента Здравствуйте Я представитель президента Деньги с собой есть Пойдемте штраф платить Точно так же Кали Кали это тот кто Отвечает за все раздоры И самого его мы не встретим И не надо зачем Но его представителя можем встретить Прямо сегодня вечером Поругавшись у себя дома И может оказаться что Мы почему то стали его представителями Как то он попал в наше сознание Одна из причин Попадания Кали В наше сознание Это необразованность Мы получаем Несбалансированное знание Мы получаем очень много Технического знания И очень мало знания Духовного Культурного знания Потому что Культура это есть Система противостояния Калия Противостояния раздоров И мы с этого начали Лекцию собственно говоря Я объяснял что Если мы культурные То мы Не будем ругаться Не будет аварии Как например Культурные водители Они следуют Правилам дорожного движения И они подъезжают Знаете На Равносторонний перекресток И они должны Следовать правилам Должны правильно пропустить Друг друга Вспомнить правила И правильно пропустить Друг друга Тогда аварии не будет Но если они не культурные И все пытаются Проскочить Буш Ну так же и в семье То же самое То есть есть правила Есть культура Но если мы это не изучаем То есть если мы не знаем Кто кого должен пропускать Как себя вести В этой культурной семье То все время аварии Каждый день авария Каждый день авария Сколько можно Это конечно надоест Представьте что вы каждый день Попадаете в аварийную ситуацию Потому что никакая страховая компания Вас больше страховать не будет Страховые компании Очень не любят Когда человек Все время попадает В аварийную ситуацию И потом То есть он как Человек Из одной компании В другую Переходит В другую В другую Потом оказывается Все закончилось И он везде В черных списках То есть аварийный человек Он просто не хочет Культурно машину водить Так же и мы То есть есть правила Культурной жизни Они реальные Они описаны Они разобраны Они научные Они проверены Тысячелетиями В семье ничего не поменялось Ну слава богу Еще не так сильно поменялось Меняется конечно Но лучше даже не будет То есть семья осталась семьей Все понятно Система та же Характеры те же Мужчина и женщина Формулы работают Но мы просто берем И изучаем физику Химию Все это конечно здорово И замечательно Что мы знаем Что такое валентность Но надо бы так же еще знать Как мужчине и женщине Уживаться вместе Потому что мужчина и женщина Вот это вот реально Разные химические элементы И вот нужно как-то Подобрать формулу Чтобы они были вместе Чтобы взрыва не происходило Потому что если за ними Неправильно ухаживать За мужчиной и женщиной За этим вот соединением То в этом взрывоопасная Ситуация создается И в этом взрыве Очень много проблем Потому что в основном Страдают дети То есть не то что даже Вот муж и жена страдают В основном дети страдают Появляется эффект Который на санскрике Называется варнасанкара Если на наш язык перевести Это обиженный ребенок Ребенок лишенный любви Когда вместо любви Он получил развод Вместо любви Он получил ненависть От родителей К друг другу Понимаете Даже не столько важно Чтобы Ребенок получал Отдельную любовь От мамы и от папы Сколько важно Чтобы он видел Как мама и папа Ладят друг с другом Потому что он на этом Получает стереотип жизни Он получает стереотип поведения То есть он Больше подпитывается От любви Мамы и папы Чем от любви Этих мам и пап К себе Это любовь Его даже раздражает Отстаньте уже от меня Знаете как ребенок Ну мой дорогой Отстань от меня Это их раздражает Но он очень довольный Когда у мамы и папы Хорошее отношение Вот это его реально Подпитывает И когда вот эта вот Подпитка разрушается И вместо любви Между родителями Он просто получает Ненависть Оскорбление Вот это гнев То он начинает мстить Это мстящий ребенок Это целое поколение Которое называется Варна Санкара И сейчас мы оказываемся В этом поколении Так как вот эта вот Волна разводов Она идет То целое поколение детей Остановится обиженными И они начинают мстить Поэтому сейчас война Думаете война Так просто что ли Происходит Война это обиженный ребенок То есть ему дали ружье Что делать Надо воевать эти Хочется воевать всем Поэтому целые страны воюют Поэтому такая преступность Тюрьмы все переполнены Посмотрите Поэтому столько агрессии И это создает второй поток То есть этот ребенок Он обижен И он свою обиду Срывает на своей жене Или на своего мужа В зависимости от того И следующий обиженный Ребенок появляется То есть мы вот К сожалению пожинаем Плоды вот этого Вот этой проблемы Без культуры От того что мы перестали В общем-то изучать Культуру изучали Перестали изучать Семью Раньше еще была какая-то попытка Даже помню урок был Такой домоводства Вот там в основном Какая-то все равно такая Для девочек Да А для девочек То есть Никто не объясняет Самая важная вещь То что мы реально будем делать Мы будем все время В семейной жизни находиться Нам 50 лет нужно В семейной жизни провести Разобраться Детей родить С бабушками разобраться С дедушками Со внуками Но мы учим все что угодно Кроме науки о семейной жизни Все что угодно Все что угодно Это большая проблема Поэтому сейчас Все разумные люди Создают какие-то учебные заведения Мы создали учебные заведения Мы готовим консультанты По семейной жизни Другие создают Все создают Все у кого есть знания Все пытаются как-то это Восстанавливать 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 Иначе мир будет Просто наполнен Вот этим обиженным поколением Это очень грустная ситуация Обиженные люди Это очень грустная ситуация То есть это человек Который только и ждет Чтобы как-то отомстить А кому мстить? Ближним Он же рядом, вот ему и мстит Далеко что ходить Человеку на улице опасно мстить Он может и ответить А дома мстить не опасно То есть он слабее Он вот Привязан Он как-то вот зависим Поэтому месть она, к сожалению, в семье больше проявляется То есть на улице человек тихий, спокойный А домой приходит, начинает буянить Это вот проблема Реальная проблема Вы можете это увидеть на таких Мировых событиях Просто войны Просто войны и нежелание Поднимать до друга, постоянный конфликт Это нехорошая ситуация Но плохо заканчивается Следующий вопрос Скажите, вы будете завтра рассказывать Как женщине вдохновлять мужчину Что в нем эти тренировки Конечно, завтра мы про женщину будем очень долго Скорее всего целый день разговаривать Это же женщина Поэтому мне придется Свой мужской характер сломать И завтра все две лекции Видите, сегодня одна Завтра две Все две лекции Завтра про женщину рассказывать Я уже, видите, уже наговорился Я, в принципе, уже давно наговорился Но мне еще завтра нужно две лекции про это рассказывать Будет так же просто, будет так же понятно Я так же расскажу все эти принципы Разберемся, отвечу на вопрос То есть, я дам эту законченную тему Она вам будет понятна Ясна, вы сможете ей пользоваться Она практична Вы сможете ее сразу же применять То есть, это реальные инструменты То есть, каждая женщина сможет этим пользоваться Прямо завтра, придя домой Вы увидите это легко Это не сложно Потому что это наша природа Мы не изучаем то, чего у нас нет Мы изучаем то, что у нас есть Просто оно не применяется Или применяется не вовремя Это не то, что нужно себе даже вырабатывать Это нужно себе разбудить То есть, есть мужская природа И женская природа То есть, ее не нужно где-то ходить искать По магазину покупать Просто ее нужно вот А вспомнить и вовремя применять Поэтому это, конечно, весело Что мужчина рассказывает о женской природе Ну, что делать Такова моя работа Я уже привык Ну, ничего У меня есть свой опыт Поэтому я могу им тоже делиться У меня вот по второму качеству вопрос Я постараюсь коммунировать Как вы сказали Желание мужчины развивать свой разум Иногда бывают такие ситуации Что, может, это как-то неправильно поднимается Но это приводит к такому Какому-то жесткости К фанатичности Вот Как, может быть, женщина должна себя вести Чтобы это Желание развивать разум Оно было таким мягче Чтобы мужчина оставался Ну, если я правильно учусь Ну, нужно понимать Что одной из функций разума Это практичность То есть, если мужчина разумный То он и практичный А значит, он знает Как распределить свое время А значит, он знает Как доставить удовольствие жене А значит, он знает Сколько времени провести с семьей А значит, он знает Сколько тепла надо отдать Своим родным и близким То есть, разум Это понимание последствий Если он не видит Что последствия плохие То это не разум Это как раз Хитрая форма отупения Понимаете? То есть, можно через информацию Отупеть Запросто То есть, разум Это не информированность Разум Это понимание последствий То есть, это форма практичности Такая логика практичности Есть такое сейчас заблуждение Что человек должен быть начитанный Звучит как-то очень так Серьезно Все хотят быть начитанными И чего? Ну, начитанный ты и дальше что? Начитанный, курящий, пьющий, изменяющий И ничего не понимающий Но он и зато начитанный Знаете, как это? Знатоки Видели? А знатоков Дымяра стоит такой Что вот Надо нагибаться Чтобы увидеть другого знатока Пьют все время что-то Злые какие-то А в тюрьму посадили одного Другого поймали На том преступлении То есть Чего они знатоки? Нет Вот они начитанные Реально начитанные люди Да простят они меня, Господи Ну вот просто вот Реальный результат Посмотрите Вот он Начитанный человек Информированный человек Результат нулевой То есть просто Говорящий энциклопедик Это написано На 46 странице Пятая строчка сверху Да я и так могу прочитать Понимаете? Поэтому В связи с этим Даже есть две системы воспитания Есть информативная система воспитания И трансформативная система воспитания Информативная система воспитания Когда ребенка оценят По тому, сколько он запомнил То есть ему дают задание Он должен это выучить И он начинает это учить Зубрит, зубрит, зубрили Вот я помню Это кошмар какой-то Вот это вот зубрение Какие-то года Какие-то стихи сумасшедшие Мне до сих пор кошмар Я все равно ничего это не помню Вот я сейчас какой-нибудь год Вот вроде здоровый мужик Как это стыдно жить Да зачем мне это помнить Я пойду сейчас найду в интернете И посмотрю Зачем мне это вообще запомнить Да не надо Зачем мне этот Какой-то год должен сидеть в голове Исторически Я и без него нормально живу Ничего Но его заставляют Вот это вот помните Состояние студента Когда ты вот Последние три дня Все это в себя Сдал На следующий день Я ничего не помню Помните это состояние Оно прямо слышно Как оно вылетает Вот из головы Я столько этих экзаменов Сдал в институте Сложнейшие какие-то экзамены Вообще ничего не помню Куда оно все делось Это называется Вот информативная система Образования Когда оценивается память Причем здесь одна Большая проблема Оценка памяти Это оскорбительная вещь Потому что память Это в общем-то Функция не сильно изменяемая То есть она врожденная Одни с рождения Лучше помнят А другие с рождения Хуже помнят Понятно что она маленькая Там варьируется Но совсем маленькая Не сильно Поэтому оценивать ребенка Например По его памяти То есть он что его оценивать По цвету волос Или по цвету глаз Это просто немножко оскорбительно Поэтому есть очень много таких Знаете Забитых троечников Вот он забитый троечник Тут еще ставят оценки Нет Вот он Вот у него Вот это вот И вот это вот чувство Какой-то неуспешности Что я какой-то не такой Ничего не могу запомнить Просто вот человек У него это не влазит Просто не влазит А его оценивают по его физиологическим То есть это реально физиологическое Качество Поэтому более Такая Скажем так Человечная система Это трансформативная система Когда ребенка не заставляют Все запоминать Наоборот Перед ним все справочники Сразу же он выкладывает на стол И его задача Трансформировать То есть ему дается задачка С неизвестными И он должен найти формулы В этих учебниках Подставить и решить То есть он должен трансформировать Те знания Которые есть Он должен понять В какой формуле Это задача Что нужно подставить Сделать То есть он учится Манипулировать тем Что дает ему жизнь Жизнь ему дает формулу Жизнь ему дает задачу Он ее решает Что такое жизнь Мы оказываемся в ситуации Мы не знаем Как ее решать Нам нужно найти формулу решения Нам нужно решить ее И получить результат Вот она жизнь Реальна И оценивается то Может ли он Из данных ему Всех формул И вводных Каких-то Решить Поставленную задачу Если может Реально разумный человек Вот оно Развитие разума Вот это действительно То что мотивирует Причем если уж Учить запоминанию То знать Как учить запоминание Вот даже Я поражаюсь А ребенком Заставляют учить стихи Не учат Как учить стихи Кто-нибудь Учил Как учить стихи Есть система Причем Простейшая система Система Позволяющая Выучить стих Навсегда Хотите Расскажу Просто Ей тысячи лет Как мы учили По строчкам Учили Это правильно Но одно Одна маленькая Тонкость Не позволяет Нам вспомнить Стих целиком Нужно учить Строчку И одно слово И следующей строчке Вот секрет То есть Строчка И одно слово И следующей строчке И что получается В результате Когда я вспоминаю Строчку То я всегда И вспоминаю С какого слова Начинается Следующая строчка И так я могу Вытянуть Все произведение Отработанная схема Так всегда учат Стихи Так можно Все всегда удивляются Как на востоке Все Коран выучивают Еще что-то Там Боговадди И другие произведения А так и учат То есть строчка Еще одно слово Строчка Еще одно слово И потом Его можно С любой строчки Его спросить С любой И он вытянет Все произведение Понимаете Вот технология А это некоторое Издевательство По строчкам Учить Они отдельно В голове Всех видают Их Их потом Вспоминаешь Отдельно И они Все из разных Вообще Стихов Такой бардак Но подходят А главному ум умудряются Их так вот сложить Что они Очень хорошо Складываются А технология Это простейшая То есть Если ты чего-то Заставляешь Ты сам сначала Пойми Как это делать Потому что для меня Это был просто Сущий кошмар Я думаю Другие тоже Об это споткнулись А технология То есть Технология То есть Она очень простая Технология Я ее до сих пор пользуюсь Мне до сих пор Мне нужно что-то учить Я именно такой Чего? Мне нужно какие-то Заучивать вещи Важные Я все время Звучу Той строчке И следующее слово Строчка Следующее слово Потом все Помнишь Потом оно все То есть Цепь получается Цепочка Простая технология Простейшая технология Также например Если что-то заучивать Например Какие-то формулы То формулы Заучиваются Не как у нас Что на доске написали Потом в тетрадку записали И все И так вот Какой-то быстрый Такой перенос Из доски в тетрадку Из доски в тетрадку Из доски в тетрадку Это не работает Схема не работает Очень тяжелая схема А та Отработанная схема Это повторение То есть Повтор Когда учитель Вслух произносит А дети Вслед за ним Несколько раз подряд Повторяют Вот Вот это реально Схема работающая То есть И что получается Мало того Что оно реально Входит в сознание А не в тетрадку Оно должно В сознание войти Причем через речь А знание через речь Входит Если ты не проговорил Ты это потом Никогда не вспомнишь Это нужно проговаривать Поэтому учитель Формулу приносит 2-4-4 Зал Вошло Вошло На уровне Вот речитатива Оно вошло И оно там Жить начинает Внутри Если оно через звук Вошло Оно в голове живет Если оно не через звук Вошло То оно в тетрадке живет Понимаете Оно не в голове живет А так Уже можно вспомнить И еще Очень важный момент Вот эта вот Работа С повторением Это Работа Которая позволяет Детям бороться С гиперактивностью Потому что Дети Они просто бешеные Да? То есть Надо все время Куда-то бежать Причем У нас Неправильно Иногда делают У нас Запрещают Бегать на переменках Это большая Трагедия Для детей Во многих странах Наоборот Заставляют бегать На переменках То есть Вот переменка 15 минут Их заставляют Бегать Все на улицу Бегать по кругу И все бегают И потом Но когда идет урок Он не молчаливый Слушатель Понимаете? Потому что Это ужасно Быть молчаливым Слушателем Для ребенка А он все время За учителем Что-то повторяет То есть Он в этой активности Находится И вся его энергия Уходит То есть За ними Не нужно уже Слишком Их все время Успокаивать Молчать Молчать Уже Учитель не кричит Он просто И повторяет И они за ним Повторяют Он говорит И не повторяют И это реальная игра Всем реально весело Они все орут Кричат все вместе А кто кого Формулу перекричит Я видел все это Очень так живо Смотрится Очень простая Отработанная схема У нас какое-то Странное послушание Просто нужно тихо Сидеть Молчать Целый урок писать Особенно Так же в институте Вообще можно с ума сойти Там Четыре пары Замечаю Когда одна рука Сама начинает писать Что-то там Потом даже Прочитать невозможно Нужно соседа просить Чтобы он прочитал Что это Он написал Через руку Не входят знания То есть они через слух Должны входить Через повторение Через руку Не всегда входят Это нужно повторять А что такое у нас На повторять Это значит Услышали Расскажи другому Понимаете То есть если мы сегодня Это услышали А другому не расскажем Все Ноль Это я зря сюда приезжал Зря съездил Зря потратил столько сил Это нужно обязательно Пересказывать Потому что пересказали Значит оно в голове Осталось То есть оно через звук Прошло Через речь Прошло Это действительно Живое знание В некоторых странах Если человек идет Сдавать на докторскую степень То его просят Выйти на улицу И на остановке Первому встречному Рассказать быстро Свою докторскую диссертацию Так чтобы он понял Если тот понял Молодец Значит ты настоящий ученый Значит можешь идти И защищаться Если не понял Иди готовься Значит сам не понимаю Что ты там понаписал Это вот некоторые задачи Поэтому схемы то есть Схемы простые Отработанные Но вот мы их теряем Поэтому нужно всем нам Сейчас стать такими Бабушками и дедушками Завести себе Тетрадочку хорошую И записывать эти формулы Чтобы потом было О чем поговорить Чтобы старость Она была мудрой Потому что старость Это время передачи информации А старика Естественно слушают Молодых не слушают К молодым С недоверием Относится А старика слушают Поэтому старость Это время Когда я могу говорить Когда мои слова Что-то значат А когда я действительно Они воспринимают Как человека Жизнь А попрожившего Да это материальный фактор Но он реально работает И тогда Если нам есть что сказать То старость Становится очень эффективной А старость Становится очень активной Потому что Главная проблема В старости Это одиночество Это тяжелая проблема Старость Потому что старость Создана Чтобы быть В максимальном общении То есть Человек старый Это человек Делящийся своим опытом Со всеми окружающими И если у него нет Такой возможности То он страдает Это тяжелое страдание Быть одному И не иметь что передать Поэтому нам будет Кому передать Но мы должны накопить Что мы будем передавать Четкие формулы Отработанные, проверенные Объясненные Такие звенящие Формулы жизни И тогда все будут довольны И внуки будут довольны И дети будут довольны Вот это бабушка действительно То есть мы должны быть Мудрецами в старости Знаете как раньше В доме была стена На которой вешали Портреты родственников Бабушек, дедушек Прабабушек, прадедушек Такие Иконостасы целые И до сих пор иногда Можно увидеть Меня подводят на востоке К таким стенам И рассказывают Почему они у них Оса сохранились Потому что Каждая эта фотография Это какой-то подвижник Какой-то мудрец То есть он чего-то В жизни достиг И о нем долго-долго Рассказывают Это дедушка Стал мудрецом Трактат написал Это бабушка Все святые места Обошла И про каждого Долго-долго рассказывают То есть сначала К этой стене подводят У нас эти стены Вот уже и все Потому что Рассказать нечего Потому что Если даже повесить То будешь рассказывать Ну этот дедушка Не спился Этот не развелся Этот То есть Нечего рассказать То есть Мы становимся Людьми Безинтересной жизни Хотя жизнь Определяется Как подвижничество То есть Каждый должен Какой-то подвиг совершить Мы просто Полу жизни выбираем Какой я буду Подвиг совершать А вторую Полу жизни Его реально Совершаем И тогда Все наши родные Берут и наши фотографии Вешают на стену Говорят Вот реально Подвижник Всем надо рассказывать Вот он Действительно Вот род Род Наш род А сейчас Вот с родами Какая-то проблема Поэтому Вот так Грустненько Немножко становится Жить То есть Некому передавать Знания Это вот Поколение Бабушек Дедушек Оно какое-то Такое Необразованное Нужно срочно Это восстанавливать То есть Сейчас это К нам уже Подходит Уже Все Это уже Наша задача На наши плечи Ложиться Повесят наши Фотографии На стену Или нет Или опять Спрячут И выкинут Альбом На помойку После Знаете Так иногда Ростник Умирают Старый Все Дома Выносит Все Что С ним Было Связано Чтобы Даже И не Вспоминать И Квартиру Еще Продают Как-то Так Не хочется Хочется Чтобы Все Действительно Тебя Вспоминали Как-то Добрым Словом Оставили На память Твои Записные Книжки Тетрадки Изучали Потом Пишите Разборчиво Чтобы Потом Могли Это Прочитать